Хеллоу, ребят! Сегодня расскажу о том, как же проходит устная часть ЕГЭ по английскому языку и дам инструкции по выполнению каждого задания. Погнали! Меня зовут Марина Лесковец, я ваш учитель английского и помогаю каждому из вас готовиться к ЕГЭ по английскому языку на максимальные баллы. В этом видео я поделюсь инструкциями по выполнению каждого задания устной части, тем более, что ЕГЭ 2022 значительно отличается от всех предыдущих вариантов, поэтому эта информация точно будет актуальна как для учеников, так и для их родителей. И, возможно, для учителей, которые только приступают к подготовке к экзамену. Начну с того, что устная часть экзамена проходит в отдельный день и, возможно, даже в другом месте. К примеру, я в этом году сдаю досрочный вариант ЕГЭ по английскому языку, и письменная часть у меня проходит в одном здании и в одном городе, а устная часть проходит в другом городе. Но, возможно, школьников это не коснется, хотя, как знать, держите это, пожалуйста, в голове, когда будете продумать логистику. То есть это совершенно отдельный день и, возможно, даже другое здание. Расскажу об общих организационных моментах. Ну, во-первых, конечно же, рекомендую приезжать на экзамен заранее. Для того, чтобы ознакомиться с обстановкой, посмотреть, что за здание, разобраться, куда вам идти, где ваша аудитория, в которую вы будете сдавать экзамен. Следующий момент. Помните, что бланк регистрации именно на устной части экзамена все-таки обычно заполняется заранее, поскольку сама устная часть экзамена длится всего лишь 17 минут. И чтобы не тратить время на заполнение бланка регистрации с каждым человеком по отдельности, для этого все участники экзамена заранее проходят в отдельную аудиторию и заполняют бланк регистрации. Все это достаточно стандартно. Если вы сдавали уже, возможно, ЕГЭ по русскому и по другим предметам, то эта процедура вам уже знакома. И в целом всегда организаторы все записывают на доске, все видно, понятно, где что писать. Но важный момент, о котором мне хочется сказать сейчас. Ребят, пожалуйста, не спешите записывать номер аудитории. Почему? Потому что номер аудитории, в которой вы заполняете бланк регистрации, отличается от номера аудитории, в которую вы будете сдавать непосредственно экзамен. А в бланк регистрации нужно внести именно эту аудиторию. Еще раз, будьте внимательны, не торопитесь, потому что если вы испортите один бланк, да, вам выдадут второй. А вот если вы испортите и второй бланк, придется идти на пересдачу, это, в общем, лишние переживания, я думаю, что вам это ни к чему. Ну и стандартно, захватите черную ручку и паспорт. Телефонами, естественно, и словарями пользоваться будет нельзя. Шаг номер два. После того, как вы заполнили бланк регистрации, следующий этап — это непосредственно экзамен. И здесь придется подождать. Все дело в том, что в сама аудиторию пускают обычно по четыре человека, поскольку в одной аудитории находится стандартно четыре компьютера. То есть по четыре человека вызывают в аудиторию, и каждый из них проводит там по 17 минут. Каким образом распределяют список людей? То есть кто будет первый? Петров или Иванов? Здесь вам сказать этого не могу, то есть однозначно не будет алфавитного порядка. Вас вызывают в рандомном порядке, то есть произвольно. Так что основной минус здесь — это ожидание. Возможно, придется подождать два часа, три часа. То есть не сам экзамен выматывает, ну что там, 17 минут, а именно ожидание. И мои выпускники тоже об этом много говорят, что все-таки изнуряет именно ожидание, нежели сам экзамен. То есть ты пока вот уже весь будешь нервничать, уже ничего не можешь с собой делать, а сам экзамен уже как-то так вот проходит сам по себе. Просто знайте, что так будет, и подготовьте себя к этому, чтобы не потратить лишние силы вот на эти переживания, которые, ну, просто вас обессилят. Ну, можно, короче, так сказать, не так сказать. Ну, в общем, вы ждете, ждете, ждете. Прошло три часа, два часа, и пришло время вам зайти в аудиторию. Вас вызывают Петров, Тидоров, Иванов и кто-нибудь еще. Смолова. Выходите, пожалуйста. И вы, значит, заходите вчетвером в аудиторию, присаживаетесь за компьютеры. Как я уже сказала, их обычно в аудитории стандартно по четыре штуки. Ну, если только там что-нибудь не сломается. Далее, вы дозаполняете в присутствии администраторов план к регистрации, сдаете их, и начинается сам экзамен. Собственно, каждый из вас сидит перед компьютером, и еще до того, как, кстати, начнется сама процедура, там будет присутствовать техника, и вы совместно проверите, как работают микрофоны, все ли в порядке. То есть произойдет определенный тест. Да, тест оборудования, тест звука, пожалуйста, будьте внимательны, потому что, ну, все-таки оборудование это оборудование, если там что-нибудь сломается, и ваш ответ не запишется, это будет не очень приятно. Помните о том, что есть опция как до самого экзамена проверить работу микрофона, так и после того, как вы записали ответы, обязательно прослушайте их, там будет отдельное окошко, можно нажать кнопочку и прослушать себя. И если там совершенно все будет не так, или там все будет шипеть, то есть не ваш какой-то ответ, а описание картинок, например, как в четвертом задании устной части, а какое-то такое шипение, то обязательно скажите об этом администраторам, и вам назначат резервный день для пересдачи данного экзамена. Следующий пункт — лайфхаки, то есть советы, которые я бы дала как преподаватель своему ученику, как себя нужно вести на экзамене, чтобы получить максимальный результат. Ну, напомню, что у вас сидит четыре человека в аудитории, а это значит, что вы друг друга будете слышать. Вы скажете, Марина, может быть, вы что-то перепутали, ведь у каждого ученика есть наушники. Наушники зачем нужны? Ну, чтобы не слушать других. Но нет, практика показывает, что все равно слышимость очень сильная, и да, вы можете выбрать мелодию и слушать музыку, но будет там музыка или не будет в ваших ушах, вы все равно будете слышать своих соседей. И еще такой момент, все-таки ребята переживают, так же, как и вы, и они стремятся говорить громче, потому что когда ты волнуешься, то ты говоришь громче. И вот, вот, так что будьте готовы к этому. Поэтому совет номер один — до экзамена прямо тренируйтесь, концентрируйтесь в шуме. Кстати говоря, на своих занятиях я так иногда делаю. Ребята, немножко смешно, но я начинаю петь там какую-нибудь песню в балу из Маугли, вот, или что-нибудь просто болтать, чтобы их отвлекать. Специально имитируя ситуацию экзамена, где будет какой-то шум, поэтому вы, готовясь, например, самостоятельно, тоже можете воспользоваться этим советом и, в общем, включить музыку, например, в наушниках, и одновременно пытаться сконцентрироваться и подготовиться к ответу. Эта практика поможет вам научиться концентрироваться в стрессовой ситуации. А вытекающий из этого совет номер два — говорите громко на экзамене, ну потому что. То есть громко и так будет, и важно, чтобы вы слышали свой голос, потому что когда вы слышите свой голос, то чувствуете себя уверенно. И когда вы выполняете первое, второе, третье, четвертое задание устной части, старайтесь говорить четко и громко. И, пожалуйста, помните о том, что вы не находитесь на занятии у доски, где пытаетесь немножечко потише сказать, чтобы Мария Ивановна не услышала, что вы не выучили весь параграф или весь стих. Тут это не сработает. Если эксперт что-то не расслышит, он просто засчитает это за ошибку. Поймите, мы просто люди, эксперты — это тоже простые учителя, которые находятся в стрессовой ситуации, у них очень много работ на проверки. И если вы будете там что-то шептать, это вам никак не сыграет лучшим образом. Поэтому говорите уверенно, четко, помните об интонации, потому что я, например, проверяя задания своих учеников, тоже обращаю на это внимание. Если ученик говорит неуверенно, тихо, то я как будто бы автоматически отношусь к его ответу более критично. А если ученик говорит уверенно, четко, понятно, то к нему как бы вопросов как будто меньше. То есть помните о том, что все-таки проверяют люди, не роботы, это важный тоже аспект. А теперь переходим непосредственно к заданиям. Какие же задания будут на экзамене? Итак, устная часть ЕГЭ по английскому языку состоит из четырех заданий. Первые три относятся к базовому уровню сложности, то есть к уровню А2. Это значит, что абсолютно каждый ученик, каждый одиннадцатиклассник точно с ними справится. И критерии оценивания менее строгие, чем, например, к заданию высокого уровня сложности. А задание высокого уровня сложности это четвертое. То есть промежуточного уровня сложности, повышенного, его здесь нет. Первые три задания базового уровня сложности, четвертое высокого уровня сложности. Это значит, что абсолютно каждый из вас получит минимум 10 баллов за устную часть экзамена. Это классно. А теперь разберемся с каждым заданием по отдельности. В первом задании мы с вами читаем текст на время. Нам дается полторы минуты на подготовку. Перед вами на экране будет отрывок текста, около 12-15 предложений. За эти полторы минуты вам нужно прочитать текст, лучше парочку раз, обратить внимание на те слова, которые вызывают у вас сложность, и далее быть готовым начать себя записывать. Вы нажимаете на микрофон, на экране появляется значок, что запись началась, и вы читаете текст. Что важно знать о прочтении текста? Как его нужно читать, чтобы получить, кстати говоря, всего лишь один балл? Меня все время это забавляет, то есть вы получаете или 0 баллов за это задание, или 1 балл. То есть не полбалла тебе, не 0,3, ну как-то так. Итак, как нужно читать текст, чтобы получить 1 балл? Ну, первое. Нужно совершить менее 5 ошибок. И это, кстати, хорошо, то есть вы аж целых 5 ошибок можете совершить, и все равно получить этот балл. Ну, слушай, это вообще нормально, так достаточно лояльные условия. Читать нужно бегло. Обращайте внимание на интонацию, но большее внимание уделяйте паузам. Паузация. Это один из критериев оценивания. И здесь вам помогут запятые, точки, а также союзы, которые соединяют сложные предложения, которые соединяют простые предложения в составе сложного. В общем, здесь все примерно так же, как и в русском языке. Читайте размеренно, грамотно, ставьте логические ударения на значимые части речи, самостоятельные, такие как существительные глаголы, на речи, к примеру, и никак не предлоги. То есть здесь от вас требуется просто адекватное, четкое произношение. Следите за тем, чтобы вместо the, не сказать the, вместо work, не сказать walk, это ведь просто два разных слова, ходить, гулять и работать. Да, помните об этом. Вот такие базовые вещи, задания базового уровня сложности, поэтому я уверена, что вам удастся получить один балл. Вот, а мы переходим ко второму заданию устной части. И оно тоже базового уровня сложности. Здесь от нас требуется задать вопросы. Четыре прямых вопроса. На экране у вас появится объявление. То есть здесь тема, которую вам нужно повторить лексическую, чтобы точно выполнить это задание и получить за него максимальные четыре балла, за каждый вопрос по одному баллу, нужно повторить тему сервис, услуги, кафе. То есть в целом все будет крутиться вокруг этого, потому что суть задания такова, что вы как будто бы, теоретически, звоните, ну, например, в кафе и хотите узнать некоторую информацию, задаете вопросы по тем данным, которые вам даны. Ну, например, локация, да, написано в циферке 1. И нужно задать вопрос. Что важно. В первом вопросе обязательно указывайте, куда вы звоните, то есть локацию. Это важный такой момент. И далее вы по порядку задаете три остальные вопроса. На каждый вопрос вам дается по 20 секунд, поэтому если вы что-то оговорились, сказали как-то не так, поняли, что допустили ошибку, не переживайте. Просто заново запишите свой вопрос, и все будет в порядке. И только единственный момент, помните, что эксперт всегда засчитает последний вариант произношения слова. Кстати, тот же самый аспект действует для всех заданий устной части. Не бойтесь каких-то оговорок и ошибок. Просто успокойтесь и произнесите слово снова правильно. И его зачтут, все будет хорошо. И если вы произнесли вопрос, а у вас еще осталось время, потому что на произношение вопроса требуется несколько секунд. Потом еще остается 15 секунд. Их не нужно ждать, вы просто нажимаете на кнопку и переходите к следующему вопросу. На этом все. И мы переходим к третьему заданию устной части. В 2022 году третье задание устной части представляет из себя интервью, где нам необходимо ответить на пять вопросов. Что важно? Вопросы вы будете воспринимать на слух. Их не будет возможности переслушать, то есть только с первого раза нужно воспринять этот вопрос и сразу же дать ответ минимум два-три предложения. И на каждый ответ вам будет даваться по 40 секунд. То есть, опять же, если вы что-то запутались, испугались, что-то там перепутали, пожалуйста, остановитесь, скажите это предложение снова. 40 секунд будет достаточно, чтобы произнести два-три предложения. И здесь у меня для вас тоже есть небольшой совет о том, как не растеряться, потому что сходу нужно будет отвечать сразу же на вопрос, что услышали, то и ответили. Как не растеряться? Обязательно используйте вводные конструкции well, to tell the truth, ну и так далее. Apparently, in my opinion, да, то есть просто начинайте с чего-то, так вы выиграете одну секунду, и не будет какой-то неловкой паузы, и вы уже начнете говорить. А совет номер два — это повторите немного формулировку самого вопроса. Таким образом, у вас будет время, чтобы додумать, о что вы будете говорить дальше. Ну, я хотел бы сказать о том, что у меня есть хобби, например, вопрос был про хобби. И все, и далее уже начинайте говорить о хобби что-то конкретное. Вводная конструкция. И повторяйте примерно то, что вы услышали в вопросе. Так вы выиграете время и будете чувствовать себя увереннее. Напомню, что третье задание устной части также относится к базовому уровню сложности, поэтому каждый из вас с ним точно справится. Список лексических тем, которые вам нужно будет повторить для этого задания, это социально-бытовая сфера, то есть все, что касается вот нашей бытовой жизни. Хобби, учеба, работа, погода. В общем, то, о чем мы говорим повседневно. Никакой политики, экономики там точно не будет. И последнее, четвертое задание устной части, к которому вы переходите следом после третьего. Это задание высокого уровня сложности, и здесь от нас понадобится больше концентрации и больше знаний. Итак, что нужно? Мы как бы отправляем голосовое сообщение нашему другу и говорим ему о том, что мы нашли две картинки для нашего проекта. И далее нам нужно описать эти картинки согласно тем пунктам плана, которые представлены в задании. Что нужно сделать? Для начала мы даем краткое описание картинкам. Далее мы находим отличия. Говорим плюс и минусы того аспекта, который указан в задании. Четвертый пункт плана. Отвечаем на заданный вопрос в пункте плана. И завершаем. Кстати, не забудьте сделать введение и завершение. Это стандартная такая процедура для ЕГЭ по английскому языку, вот для таких монологических ответов. Конечно, ваш ответ будет достаточно схематичен, и схему нужно обязательно выучить. Это вот вам лайфхак на экзамене. Обязательно выучите схему. Максимальное количество баллов, которые вы можете получить за это задание – 10. Здесь от вас понадобится все ваше мастерство и знание лексики и грамматики, потому что эти аспекты будут оцениваться экспертом достаточно строго. На ответ вам дается аж 3 минуты, но и этого порой не хватает, поэтому совет такой – обязательно как можно больше практикуйтесь и следите за временем. Вообще, везде здесь лимиты времени, нужно учиться в них укладываться. Это тот навык, который нарабатывается. И общие моменты, о которых мне также хотелось бы сказать. Можно ли менять порядок заданий на экзамене? Нет, нельзя. Вы все их будете выполнять по порядку от первого к четвертому. Напомню, всего 17 минут длится экзамен. Можно ли пользоваться телефоном или что-то записывать на листочке? Нет, нельзя. Помните об этом. И когда вы готовитесь к устной части экзамена, пожалуйста, не пользуйтесь листочками, а сразу приучайте свой мозг выдавать ответ без каких-либо записей. Так вы получите гораздо больше баллов. Ну, как вам такой формат инструкции? Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими сложностями вы сталкиваетесь, и сделаем это видео максимально полезным. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Ну и желаю всем 100 баллов за ЭГ, ребят. У вас точно все получится. Увидимся!